Привет, народ! Захотелось что-то мне начать Новый год с пополнения своей коллекции ретро-электроники, каким-нибудь доисторическим ноутбуком, на котором бы даже Fallout 2 выдавал бы пару FPS, а денежек при этом заплатить немного. Так что взор мой пал на самое клёвое пристанище барыг и разводил под названием Авито. Естественно, я представлял, в какую парашу втрескаюсь, но в итоге моё приключение там приобрело положительный окрас. Ввиду большого числа адекватных предложений в окрестностях моей деревни. Знаете такую ситуацию, когда в зоомагазине вы долго выбираете между хомячком и попугаем, а в итоге забираете их обоих? Ну так у меня тут целый зоопарк, если вы понимаете о чём я. В общем, давайте посмотрим, от чего народ избавляется после Нового года. Начну с самых дорогих приобретений. Toshiba Satellite L30-134 за 1000 рублей. Итак, модель 2006-2007 года. В довольно неплохом состоянии по внешнему виду. Да и по моим взглядам довольно современный. И особую радость мне доставил тумблер для механического включения Wi-Fi. Батарея, разумеется, была мертва, так что я её разодрал, и в будущем, возможно, получится заменить элементы. Ну и зарядника, естественно, в комплекте не шло. Так что пришлось взять его отдельно. Что же было у него, так сказать, под капотом? Коматозная батарейка BIOSа, довольно убитый жёсткий диск, и очень и очень слабый стоковый процессор Celeron M410 с полуторами гигами АЗУ. Однако, увидев перспективу в этом красавце, я напрочь его разодрал. Дабы немножко проапгрейдить. В частности, заменить хард, поставить двухъядерный проц и добавить оперативки. Благо, всем этим хламом Авито также завален. Таким образом, я получил отличный ноут, который семёрку в качестве оси вытянуть способен. Но мне лень искать на неё дрова, так что пусть будет экспо. Конечно, серфить интернет получается отлично, и YouTube без тормозов смотрится. Но 256 мегабайт видеопамяти мне покоя не давали, так что я решил поставить на него пару-тройку игрушек разных временных промежутков. Разумеется, первая халва, пройденная мною раз 100, здесь и с HD патчами летает. Так что, в принципе, можно было закругляться, но я не стал, и рискнул с Half-Life 2. Ох, думаю, блевотная текстура на переднем плане говорит о выставленном качестве настроек, с которыми даже на родном разрешении вторая халва выдаёт 7 FPS. Так что пришлось чуток умерить пыл и поставить разрешение экрана 1024 на 768. Что на удивление очень помогло и привело халву хотя бы в играбельное состояние. Во всяком случае, именно с таким фреймрейтом я гонял её в далёком 2005 году на своём первом пылесосе. Ах, что это были за времена. Лучшая же часть серии Far Cry при том же разрешении и при том же минимуме настроек играбельна более чем. И на момент залития ролика уже была мной на этом мауте пройдена. Ну а вот Doom 3 оказался для сателлита весьма тяжёлой ношей. И при 1024 на 768 пикселей не особо баловал FPS. Ну, в общем, скажу, что нотом я остался доволен и теперь активно его юзаю. Вторым же красавцем, попавшим ко мне, было вот это 5-килограммовое чудо под маркировкой Satellite 40231. Меня сразу порадовало большое количество ревизий на его жопе. А также аж два вентилятора, независимых друг от друга. Такого я точно не видел. Ещё больше удивила ручная регулировка звука. И вертикальный USB. Увы, но этому красавцу своё время досталось. Одна петля разодрана просто в хлам. Но несмотря на его архаичность, здесь стоит Pentium 4. И по заверению интернетов имеет гипертрейдинг, которого в биосе я всё же не нашёл. Зато взгляните на этот дисплей. Да он размером с монитор, нет, даже немножко больше! Чумовая громадина, да ещё и клавиатура необычная. Я не силён в криптографии, но по-моему это что-то греческое. Русская же раскладка нанесена, судя по ощущению, школьной замазкой. Ну да ладно. В комплекте с этим мастодонтом шёл зарядник. Под стать братю не такой же тяжёлый. Заменённой вилкой и чуток проклеенный. Судя по всему разбирался. Далее PCMCI-ный модуль ТВ с пультом и антенной. И карта Wi-Fi. Ведь, как можно догадаться, встроенной эта зверюга не имеет. Ладно, пора бы его стартануть. И сразу же показатели датчиков сообщают о пользе двух кулеров. Да и продавец по заверениям позаботился о чистке и смазке деталей. Так что ковырять эту радость не пришлось. Далее DDR1. Две планки по 256. 60 гектар жёсткий. Бла-бла-бла к батарее. Она, на удивление, в хорошем состоянии. И ноутбук без воебонов несколько часов от неё работает. Такое в атономе зозойское качество. Имея же четвёртый пенёк с 3 гигагерцами и ADE-шным диском в хорошем состоянии, ноут с переменным успехом переваривает браузер. Тем не менее, жизненно необходимый мне YouTube порой всё же подтормаживает. Но брал я его не ради этого, а чтобы, развалившись на полу, поиграть в классику на огромном экране. Чем, в общем-то, я порой и грешу. Вот ролики и не выходят. Следующим приобретением я выполнил поставленную перед собой задачу. Ну, почти. Итак, Dell Inspirion 1150. Толстенный серебряный шлакоблок 2004 года. Который трудно держать даже двумя руками. Гляньте на этот привод, да он размером с настольный. Ещё больше эстетики привнесли выломанные USB порты и треснутые петли. А также массивный радиатор, который прямо перевешивает всю конструкцию. В остальном же сборка и состояние потрясающее. Что необычно, ведь куплен этот малыш был в близлежащей деревне. И во время работы из кулера несёт как из пивнушки. Возможно, в качестве радиатора там плющенная банка Балтики 9. Разбирать я его не стал, потому что назад хер соберу. Ну и как вы могли заметить, клавиши тут не все. Благо, добрый фермер собрал оставшиеся в пакетик. Спасибо ему за это. Скажу, что кнопки у тачпада огромные. Пользоваться ими одно удовольствие. При нажатии дрожит весь корпус. Ну ладно, стартуем. Несмотря на то, что ноутбук, скорее всего, никогда не обслуживался, температуры весьма приличные. Конечно, кто-то уже наращивал оперативу. Так что этому Celeron 2.6 можно разгуляться аж на 768 метрах. Батарея же всё так же удивляет. Почти не изношена. Заряжается, да и ноут держит. IDE-шный диск же либо меняли, либо берегли. Состояние на пятёрочку. Но количество включений к часам работы, мягко говоря, странное. Если только ноут не запускали по пять раз на дню. А то и больше. В общем, халву на нём я уже гоняю. И порой она даже подтормаживает. Всё как я хотел. Но неумолимый интерес не давал мне покоя. И я решил попытать удачу с GTA Vice City. И был поражён. Подвисание, фризы, низкий фпс. Всё прямо как в детстве. Когда я гонял эту игру на офисном компаке, убивая час за часом своей никчёмной жизни. Сплакнул прямо. Но ближе к теме. Моя коллекция действительно пополнена. Не совсем тем, что я хотел, но пока сойдёт. Стоила эта красота всего 700 деревянных. Вместе с адаптером. Нет, реально, Dell чё, единственный догадался выводить провода с одного конца. Недаром агрегаты этой конторы такие дорогие. Ну и на сдачу от потраченной зарплаты я решил порадовать себя компактным лэптопом. О котором всегда мечтал. И вот он. Розовенький, гламурненький. Всё как я люблю. Достался же он мне с адаптером питания практически за бесценок. Просто не смог себе отказать, увидев этот дизайн. Одна сплошная пластина на жопе. И та на заклёпках. Внутри же 2 гига DDR3. Харт на 500 гектар. Читальщик микро-SDшек и сим-карт. А также полностью мёртвый аккум. С ним даже от сети этот лэптоп не стартует. Тачпад же просто шикарен. Такой рифлёненький, без стыков с корпусом. Даже немного протёрт. А то елозить по нему одно удовольствие. Принадлежало на особе прекрасного пола. Так что неудивительно, что рекавери сектор хардабл снесён подчистую. Хотя родная Windows Starter всё равно меня бы сильно не порадовала. Правда вот с дровами пришлось заморочиться. Но Atom 570 с четырьмя ядрами за такую цену перекрывает даже полурабочую клавиатуру. Знаю, что тут всего два ядра. Дайте помечтать. Хотя проверить производительность не помешает. Хм, больше чем я ожидал. Но всё равно недостаточно. И после правки пары строчек файла системы у меня стал ультра топ номер 1 ПК. Который я смело использую для интернета, торрентика и кинчика. Когда неохота большой ПК включать. Но странности всё-таки есть. Ведь на удивление халва на таком конфиге порой фризит. Возможно технологии Atom не дружат с OpenGL. Трудно сказать. Но на каждый минус тут есть плюс. Встроенная система Beats Audio просто поражает качеством звука таких милипиздрических динамиков. В общем работать за этой крошкой одно удовольствие. Такую вот небольшую коллекцию я займел спустив всего-то одну зарплату. На следующей неделе мне обязательно придёт в голову очередная безумная мысль купить что-нибудь необычное. Так что до следующего раза. А я пойду разогрею себе дошек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!